Хочу порекомендовать канал Фила. На нём автор занимается юмористическими роликами по различным играм. На данный момент преобладает Counter-Strike тематика, однако список будет заметно расширяться, а также на канале проходят регулярные длинные стримы. А на первую тысячу подписчиков Фил планирует целую суточную трансляцию. Хорошее настроение и веселье гарантируется, ссылка на его канал будет в описании. И я вас категорически приветствую, Клим Саваныч. Добрый день, всем привет. В общем-то, после модификации Return to Castle Wolfenstein, Mortal Kombat и Hitman мы с вами посмотрим на ещё одну модификацию для GTA San Andreas из этого же разряда. В этот раз мы глянем на небольшой пак миссии под названием Человек-паук. В 18-м, кажется, году уже выходил подобный мод, только он не менял сюжетную линию, он добавлял CG, собственно, скин Spider-Man и добавлял ему несколько Клео-способностей. Сегодня посмотрим на модификацию, которая вышла гораздо раньше, то есть, как я сказал, на небольшой D.O.M. проект под названием GTA San Andreas. Ну что, всем желаю приятного просмотра, заранее благодарю вас за ваши лукасы и не забывайте подписываться на канал Савутов впервые, видеоролики выходят ежедневно. Итак, история будет состоять из шести миссий, первая из которых называется «Начало». Давайте на неё глянем. Модификация, сделанная аллигатором. Да, спасибо тебе большое за этот пак заданий, хотя я на него даже, конечно, ещё не посмотрел. Итак, давайте я буду озвучивать немое кино. Да, в городе идёт самое настоящее безумие. Преступность возросла, всё такое проще. В общем, этому городу нужен новый спаситель, но ни в коем случае не тёмный рыцарь. До этого мы ещё тоже, кстати, доберёмся. Я уверен, что Бэтмен Пак для Сан-Андреса также присутствует. Из барбер-салона выходит Клод Спитт, который, скорее всего, является Питером Паркером. «Эй, кто-нибудь, схватите его! Он меня ограбил!» А, нет, это ограбитель, всё нормально, я просто перепутал. «Эй, друг, помоги мне!» «Но я тут ни при чём!» А, нет, это всё-таки Питер Паркер, я обознался. Продавец негодует. И он просто ушёл в закат. Ну ладно, окей, до свидания. В общем, Питер Паркер смотрит на этого продавца и такой, «Блин, ну, как бы надо было помочь человеку?» «Да ладно, пошлите за ним!» Вот, как вы видите, я немного перебиндил тут клавиши управления, и теперь на Shift он делает у меня кульбиты, поэтому пришлось бежать на control. Этот звук похож на выстрел. Видимо, звук происходит где-то в подворотне. Исследуй место, откуда был сделан выстрел. Блин, тут звук какой-то необъёмный был. И да, действительно, у нас тут жмурик появился прямо по курсу. Дядя Бен! К сожалению, могу сказать то, что, опять же, да, когда делаю обзоры на какие-то игры в GTA San Andreas, фильмы в GTA San Andreas... Питер, помоги мне, Питер! Скорую! Скорую сюда! Так вот, я не смотрел ни одного Спайдермена. Да-да-да, можете снова кидаться в меня чем-нибудь, но я не смотрел ни одного Спайдермена. Помогите, дядя Бен! Дядя Бен, держись! Дядя Бен, прошу, нет! Только не умирай! В общем, да, я сам себе уже проспойлерил, если бы когда-то хотел посмотреть Человек-паука. Дядя Бен был моей опорой в мире, где всё было зыбким и ненадёжным. В мире, где мои родители исчезли. В мире, где укус паука-гибрида сделал меня другим. Не знал, что у него изначально такой костюм, конечно, был. И вот дяди Бена не стало. Память о нём ради тёти Мэй. За то, что я не остановил убийцу. Хотя мог. Мне пришлось стать Человеком... Ну, тут я уже знаю, да, Человеком-пауком. Да, Человеком-пауком! Добро пожаловать в модификацию Спайдермен! Да, я творил добро. Упрятал за решётку немало негодяев. Но не отомстил, видимо, за смерть дяди Бена. Да-да-да-да-да, но убийцу дяди Бена я так и не нашёл. Ещё одна дыра в жизни и без того похожая на решету. На решету. Хорошо, двигаемся дальше. Миссия называется «По следу убийцы». Итак, небоскрёб два года спустя. Да, он, кстати, похож на небоскрёб с Тёмного рыцаря больше. Если всё-таки существует модификация Бэтмена, я думаю, это здание будет там фигурировать. Тот, кто убил дядю Бена, всё ещё где-то здесь. И я его найду. Да, даже спустя два года. Я не оставлю поиски убийцы дяди Бена. Никогда. Кстати, нужно ещё вам будет продемонстрировать способности Человека-паука. У меня там есть где-то управление недалеко. Да, вот оно. Нажми на левый шифт, чтобы сделать прыжок. В общем, здесь сейчас, я так понимаю, будет небольшое обучение. Нажми клавишу «К» для полёта на паутине. Да. Здесь, к сожалению, канон немного неправильный. То есть, Человек-паук, насколько я знаю, обычно цеплялся за здание именно паутиной. Что позволяло ему летать над городом. И, соответственно, здесь можно летать произвольно. Левитация происходит. Нажми левый шифт, чтобы сделать сальто в воздухе. Насколько я знаю, он урона от падения вообще не получает. Так, точно. И что там было ещё написано? Нажмите «Ф», чтобы... Что? Видимо, чтобы упасть. Ладно. Окей. Всем нарядом. Район Уиллоу-Филд. Ограбление. Подозреваемый убегает. Кстати, я как раз в Уиллоу-Филд направлялся. Мужчина белый, волосы светлые. Всё, понял. Я вылетаю. По описанию похоже на того, кто стрелял в дядю Бена. Надо проверить. То есть, любой белый мужчина в Сан-Андресе, в районе Уиллоу-Филд, похож на подозреваемого, который убил дядю Бена. Эй, Ларри, пушки-то тяжёлые. Подсобишь? Это напоминает больше уже карателя, а не спайдер-мена. Ладно. Я это всё устроил. Значит, я тут хозяин. А ты прислуга. Так что заткнись и работай, говорит. Главарь похож на человека, который убил дядю Бена, но я не уверен. Так, и что нам с ним тогда сделать? Мне нужны его фотографии. Отлично. Где я камеру возьму? Надеюсь, она у тебя припрятана. А взглянем-ка на его отвратительное личико. Отсюда можно посмотреть? Ну-ка. Хм. Можно и на стенку повесить. Это не тот, кто мне нужен. А что произошло? Оу. Обожаю такие неожиданные сюжетные повороты в данных миссиях. Так, окей. Только у меня вопрос. А что конкретно вызвало взрыв? Ох, интуиция меня не подвела, говорит. Ну, чувак, либо они знали о твоём присутствии, либо это неудачное стечение обстоятельств. Что? Это Каталина была? Для неё не было никакой модельки, поэтому да, это обычная Каталина. Кстати, слушай, а Спайдермен же по идее... Стоп, так, стоп. Паук, к чёрту, убивайте его. Подожди, я могу как-то в стиле кунг-фу сейчас напрыгнуть на них? Вот так, типа. На, на, на. Ещё раз делаем сальтуху. Насколько я знаю, Спайдермен вообще гнистрелом не пользуется. За добро и справедливость, поэтому воюем кулаками и по-честному. Подожди, на F ещё можно было нажать, он что-то сделает вроде, да? Ладно, я это пропустил. В общем, сделаем ещё одну сальто. И, да, бей своих, чтоб чужие боялись. Сначала первого, теперь второго. Да ёлки, ты за всё заплатишь, Человек-паук, говорит бандит. Да ладно, ты не тот, кто мне нужен, я могу просто уйти. Или что, драться с ним? Это уже босс-файт, видимо, начинается. Давай сделаем ещё одну сальтуху. И надо как-то красиво его добить. Смотри, я предлагаю сейчас на паутине подлететь. Подлетаем на паутине. И падаем в самый низ. Отлично, так и было задумано. Это победный кульбит, на самом деле. И просто заканчиваем с ним. Вот, всё. А, 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 прошу, не убивай меня. Тихо, руки покажи. Вообще-то, Человек-паук не убивает людей. Ну, во всяком случае, я так думаю. А это что, простите? Это он обделался, что ли? Тебе повезло, ты не тот, кто мне нужен. Если, конечно, ты не свёл наколку. Нет, ты что, я уколов боюсь. Может, отпустишь меня? Всё с тобой будет окей, тебя скоро копы найдут. Наверное. Нет, что тебе нужно? Я помогу тебе найти того, кого ты ищешь. Только отпусти меня. Вижу, во всех тюрьмах читают одни и те же модные журналы. Уж очень много бандитов, похожих на тебя. Мне нужен вот этот. Я его видел. Он продаёт стволы моему боссу, Герману Шульцу. Будешь врать, рассержусь. Клянусь, клянусь, мистер Шульц как раз заключает сделку. Не знаю, с ним или нет, но там столько оружия, что можно войну начать. Войну? Какую войну? Что? С русскими? У них стволы. У нас стволы. Страшное время, нужно быть наготове. Ладно, просто скажи, где искать этого Шульца. Или я переседу тебя в местечко получше. На пожарный гидран. Итак, последую. Убийцы, вторая часть. Доберись до места, где состоится сделка. Да без проблем. Давай хотя бы эту сделку пройдём. А дальше уж посмотрим. Для успешного приземления нажмите клавишу А. Подожди, я же её вроде нажимал. Это успешное приземление было. Ладно, я понял. Здравствуйте, дамы и господа. Я смотрю, у вас тут уже сделка полным ходом идёт. Там челы избивают на заднем фоне. Что происходит? Славно. Копы закрутили гайки. И теперь у всех банд города не хватает оружия. Я бы на самом деле хотел больше экшена в этой модификации. Всё-таки на этом, наверное, и строился весь план мода. У нас будет преимущество. Давайте-ка я заберу... Давайте-ка я заберу пушки. Не думаю, что вам, ребята, можно доверять оружие. Подожди, то есть мне сейчас нужно будет сражаться с ними в рукопашную, когда у них есть огнестрел. Захвати ящики с боеприпасами. Нет, их в любом случае придётся здесь победить. Потому что по-другому ничего у тебя не получится сделать. Ладно, никаких кульбитов в этот раз, конечно, крутить не буду. Так, я думаю, Человеку-пауку можно будет воспользоваться и холодным оружием. Так, вот, с ножом, пожалуйста, поаккуратней, молодой человек. На, на, на. Всё, нормально. Этих мы выпилили. Встаньте на маркер, чтобы разбить ящики с оружия. Так, ладно, встали. Ещё подъезжает какой-то босс местный. Что мы с ним будем делать? В это время Человек-паук старается сломать все ящики, которые здесь у нас лежат. На, на. Правильно, так их, так их, эти картонки. Так, эти деревяшки. Давай, давай. Хорошо, прям мутузи ты. Чтобы вернуться от ударов от врага, нажмите на К. Йоу. Ну, это я, я понял уже. Надеюсь, у них всё-таки нет агдеи стрелок. Здравствуйте, друзья. Да, у вас просто кулаки. Но с ними-то я справлюсь, полагаю. Да что ж такое? Человек-паук у меня постоянно пропускает удары, кстати, ещё хочу отметить. Не, наверное, знаешь, всё-таки с ними сражаться проще. Я пользуюсь именно ПКМом и Эндером. Человек-паук вроде никаких подкатов делать не умеет. Поэтому, ладно, сделаем ещё одно сальто. И просто запинаем чела, который застрял. Ногой, ногой его. Давай, молодец. Ой, как хорошо. Лопаты вооружённый. Всё, уходи. Итак, прям по курсу. Ещё ящики, кстати, по-моему, Спайдермен, да, не может запрыгнуть именно с шифтом сюда. Поэтому пусть мутузит прямо здесь. Слушай, дай-ка мне свою биту. Ты всё равно не знаешь, как ей пользоваться. Логично, кстати, да. В это время. В это время Спайдермен развлекался. Минус два. Теперь хет-трик. Оооо, а не слишком ли много в этот раз на меня попёрло? Ну, слушай, ладно, в этот раз у нас есть клюшка для гольфа. Можно просто занять позицию и ничего не делать. А нет, я был неправ. Они там друг друга режут, больные. А ну. Ооо, а вот и хит-трик, кстати, обещанный был. Смотри-ка. Давай, человек-паук, я даже не буду пользоваться твоими способностями. Мы и так их уработаем всех. Давай, приземляйся. Да ёлки, блин, как тяжело его контролировать, потому что он летит в одном и том же направлении постоянно. Давай, спрыгиваем. Отлично. И заканчиваем с ним. Полагаю, что это последние ящики. Что это он у нас там делает? А, он решил снова кулаками разбить все ящики. По-моему, там взрывчатка была, чувак, плохая идея. Вот почему... Так, вот почему меня никогда не зовут на разборке. Я им весь кайф обломал. А вот и, собственно, этот самый босс, который нам нужен, судя по всему. Хм, ты, видимо, Шульц. Твой друг сказал, что ты некрасив, но... Фу, он был весьма тактичен. Думаешь, взять меня, урод? Ну, попробуй. Я тебе сейчас устрою. О, у нас тут босс-файт с оружием появился. Так, ладно. Надеюсь, кстати, нам дадут его отделать. Стоп, подожди, что он только что телепортировался? Что он еще раз телепортировался? Да ладно, у тебя не особо-то выходит. Давай его сделаем. Это твой билет на тот свет, говорит. Да какой там тот свет? Он уже боится меня, смотри. Фу, все, вот и все задание. Победи Германа Шульца. Понял, принял. Подожди, а вот он. Ладно, один-единнадцатый случай в истории, когда Человек-паук пользовался огнестрелом. Я тебя уболяю, не убивай меня, как других. У меня есть деньги, стволы, что тебе нужно вообще? Я слышал, ты работаешь вот с ним. Показывает фотографию с телефона. Да? И что ты хочешь узнать? Пошевели мозгами. Кто на этой картинке? Ааа, Кэра... Кэрадайн. Не знаю, это кличка или нет. Он продает стволы без всяких этих дурацких проверок. Где вы с ним встречаетесь? Каждый раз в новом месте ты говоришь людям, что готов? Он звони всегда с одноразового телефона. Конкретный параноик, видимо, совесть совсем мучает. Это тату, что она значит? Это знак его банды? Ни у одной банды нет такого знака. Такую не всем колят. Это значит, что он спец. Он может достать для тебя что угодно, если ты заплатишь ему. И, конечно же, он убьет любого, кто ему помешает. Слушай, если тебе нужен чувак с фотки, то ищи оружейников в алфабет сити. Зовут Кэрадайн, вот его последний номер. А это что еще такое? На. Что это был за удар насквозь? Скорее всего, в этот момент Человек-паук должен был отлететь, но он у нас кремень, поэтому с ним все хорошо. Судя по всему, этот Герман просто вырубил Человека-паука, несмотря на то, что ему голову с калаша отстрелил и просто убежал отсюда. Идиот, так хотел найти ответы, что дал ему провести себя как ребенка. Ну и на этом миссия у нас, собственно, заканчивается. Ну что ж, друзья, вот такой у нас сегодня получился ролик по модификации Человек-паук Бетасна Андрес. Надеюсь, она вам понравилась. Если это так, не забудьте оценить ее лайком. И, конечно же, подписывайтесь на канал, если вы тут впервые. Ведь видеоролики выходят ежедневно. Насколько я знаю, для этой модификации существует 4 эпизода. Это был только первый, и при том половина от него. Поэтому не хотелось бы это говорить, но, наверное, продолжение следует. С вами был Спектр. Играйте в хорошие игры, играйте только с хорошими модами. Для следующего ролика подберу кое-что, о чем я говорил в видеоролике про Mortal Kombat. С этого, конечно, мы будем охреневать очень долго. Всем желаю удачного дня. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok